Алексей Козлов представляет В 1981 году он окончил Московскую консерваторию по классу Карл Нетта. С 1987 года вел радиопередачи о русской народной музыке, а уже в 1991 году стал ведущим и создателем телепередач «Мировая деревня». Он достиг также и международной популярности. В 2003 году Сергей Старостин был номинантом на премию World Music 2003 как лучший европейский исполнитель этого направления. Существует еще масса и других наград и почетных грамот, перечислять которые просто нет возможности в рамках этого короткого сюжета. Все это можно найти при желании в интернете. А сегодня мы остановимся на одной из его телевизионных программ, которая называется «Мировая деревня» и посмотрим небольшие отрывки из этой программы, поскольку сама эта программа состоит из нескольких достаточно объемистых частей. Начнем с сюжета «Село Столыпино и его обитатели». Мы находимся на берегу Волги. Это верховье реки. Здесь совсем недалеко, по-видимому, раньше находилась граница Тверского княжества. Проживали здесь зубцы, жители города Зубцова и окрестных деревень. Знамениты были они разными промыслами, и один из них это был пастуший промысел. Одна из версий может быть такова происхождение пастухов здесь, в этих местах. То, что это были освобожденные ратники, а точнее дружинники Тверского князя, которые выполняли функцию сигналистов в княжских дружинах. Ну а в мирное время пасли коров с этими простыми инструментами сигнальными. А сигнальными они были потому, что слышны были далеко, километров за 5-6, особенно по реке. Потому и предпочитали пастухи в основном пасти поближе к воде, у реки, где звук отдается. Послушаем, как это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok В пастухах наниматься, и пойдешь, допустим, в дерево, в столы придешь. Там говорят, в рожок умеешь играть? Значит, берем хозяева там. А если не умеешь? Ну не умеешь, значит, не нужно. Мы подбираем рожешника, поутру играть, баб там будить. Приплачивали за это дело-то? Приплачивали, ну как. Хозяин. Я вот, допустим, хозяин. Пастух. Старший. Так? Вот, я нанимаю подпаску. Допустим, тебя. Так? Ну я и есть подпаска сейчас. Вот, допустим. Вот. И спрашиваешь, умеешь играть? Немного умею. Ну, немного умею, значит, научишься. Так. Ну вот. Теперь ему тоже переплачиваешь. Там сколько? Пятерку, десятку за лет. Ну вот. А вот он, этот подпасок и играет утром на заре. На Назорьке. Идет там по деревне, проиграет сколько там, сколько нужно. Ну, хозяева встают, бабки. Коров подоет, потом выгоняет. Потом хлопаешь. Ну, хозяйкам нравилось? Много же не нравилось. Я же их бужу. А, ну только если так, если будить. А что, как музыка, нравилось? Конечно, нравилось. Лучше всех. Да? Конечно. Как рожок заиграет, ты знаешь, какой-то. А что, вдали, вот так сидишь, а он там, он. На рожке трудно было научиться играть? Да ничего не трудно, легко. Ну, как легко? Ну, у кого есть соображение играть. И все, понимаешь? Это талант. Талант. Да. Ну, вот ты песни поешь. Да. Вот, а я слушаю твой мотив. Вот, и когда вот задумываю, и начинаю собираться. Вот это. Вот. Подходит? Подходит. А много тебе надо? Один куплет. И все. А так она бесконечно будет играть. Хоть целый день, хоть сутки играть. Понятно. А на рожке, я смотрю, пять дырок, да? Пять дырок. На жулейке-то. Пять дырочек, да. А нот получается больше в песне? А как вот остальные ноты получаются? А здесь сразу опять... На виски если играть? Ну, и на вид опять на песню. У тебя есть язык? Да. И он тебя крутит. Понимаешь? Навертывается. Ну, это больше ничего. Вот. Что такая же музыка? Музыка природная. Так. Вот это выставляет. Пища вторая. Раз, два, три. Угу. И что же будет играть? Будет слушать. А я буду играть, да? Угу. А. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Отчего у пастухов в основном песни грустные играли? Как они грустные? Ну грустные они такие Ну тревожные Какая песня? Веселых песен мало все равно было Конечно там не интересовались особенно Понимаешь? Не интересовались пастухи Которые пастут И не могут даже играть Может за пастух Не, а который может играть Почему грустные песни? Да он не играет такую грустную У него вот садик Колечко Так? Вот Теперь там Меж крутых бережков Вот это идет Колечко Так мы говорили Вот Теперь что там? В саду ягода Это ягодка Вот это Катюша Ревел в буре Дождь шумел Такую поют Это же современные Ну все нет там уж Какие современные Давно уж Ну Катюша ладно Это война И ты уже смотришь Сколько прошло лет? Да Уже Старых-то нет Мужиков Осталась молодежь Ну вот ты А он не интересуется Вот он мой Сережа Он же не интересуется Даже как Что и дел Понимаешь? А это у каждого Есть свое желание И охота Ну может талант Это мне интересно Вот Иду там Я так слушаю Вот там пасу И он же играл А у меня так Сердце и ноги Да? Да А как бы мне Ну и вот целый день Тренируется Хоть я такой У меня хоть отец играл Вот А когда оно так вот Прихватило? Когда захотелось Вражок играть? Да с маловедства С маловедства? Да С маловедства С десяти лет Я уже начал играть Понимаешь? И вот И меня мужики Подхваливали меня Вот я там Они старые игроки А я молодой Ага И я не отставал От них Понимаешь? Ну вот Вот где талант Какой себе? Да давай любую Камыш умел Давай Камыш Камыш А то у нас как получается, как в один голос. Мне каким играть-то? Каким? Башем или... Как он играет, только знает, где поднимать. Вот маленький есть там, чувствуешь. Вот я тебе махну. Ну-ка. Субтитры создавал DimaTorzok Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Пожалеет душа моя Зазнобушка Пого детского плеча Пожалеет душа моя зазнобушка Пого детского плеча 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 Пого детского плеча